Сухо... Сухо? Что ты сказал? Сотохили. Мне кажется, не в том плане. А марафон считается легкой атлетикой? А вот эта ходьба? А здесь не указано. Острые, которые во рту у вас пройдут. На вкус, на вкус, да. Какие виды спорта? Зимой бобслей, что ли? Мне кажется, вопрос с подвохом. Дай-ка еще раз прочитать. Блин, против кого я играю? Против умного играешь. Всем привет. Я Иван Сергеев. Я Далер Кузяев. И мы будем угадывать факты о Кении. Погнали. В Кении один официальный язык. Сухо... Суахили. Сухо? Что ты сказал? Суахили. Правда это или ложь? Что-то мне подсказывает моя интуиция, что это ложь. Да, Далер, это ложь. В Кении два государственных языка. Суахили и английский. Последний был унаследован от колониального периода. Я как чувствовал. На Олимпийских играх Кения завоевывал золото только в легкой атлетике. А марафон считается легкой атлетикой? А вот эта ходьба... А, ну тогда правда. Ну правда, правда. А кто где, они еще могут выиграть? А это ложь, Ваня. Я предупреждал тебя, подумай дважды. Серьезно? Стрельба? У Кении есть одна золотая медаль в боксе. Роберт Ван Гилла взял первое место на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Я там еще не родился. Как я мог увидеть. Кенийские женихи после свадьбы должны нарядиться ненадолго в женскую одежду. Ну раз, да, раз и подряд была ложь, значит, по логике должно быть сейчас правда. Подумай. Правда, правда. В Кении жених ровно на один месяц переодеваются в женскую одежду. И не просто носят ее, но и исполняют традиционные женские обязанности, принятые у местных жителей. Считается, что так новобрачный лучше поймет, каково это быть женщиной. На один месяц. Сборная Кении доходила до финала Кубка Африканских наций. По футболу? А здесь не указано. Нет. Нет? Ну, куда у них состав слабый? Мне кажется, не ходил. Я не в том плане. Просто ладно, да? Ну, мне кажется, нет. 16 числа посмотрим. Ну, давай. Слабый ли у них состав? Нет. Это ложь. Команда не проходила дальше группового этапа. Т2-1. Первый не считаем, он видел. Да я не видел. В Кении делают острые конфеты из плодов баобаба. Правда это или ложь? Острые, которые во рту острые. Я понял. На вкус, на вкус, да. Ну, пусть будет правдой. Точно? Да. 100%. Давай. Вай. Это правда. Как? 4-1 уже неинтересно. Давайте про Камерон. Как это мне удается? Из семян баобабы делают сладость острые конфеты. Единственные, которые едят местные жители Кении. Вай, нужно книжки читать, Вай. В чемпионате Кении по футболу участвуют 36 клубов. К тебе вопрос. Да не может быть, ну как, 36. ФНЛ максимум 20, сколько было? Ты сравнила ФНЛ лучше Лигу Мира. 22. Кения же страна-то, я думаю, ложь. Да, ты прав. Это ложь. В чемпионате Кении по футболу играют 18 команд. Это как-то легкий был вопрос, мне кажется. Кения никогда не участвовала в зимних Олимпийских играх. Мне кажется, вопрос с подвохом. Я думаю, это... Да нет, это правда, это правда. Я не думаю, что здесь подвох. Ты правда говоришь? Они не участвовали, да. Я думаю, неправда. Ну как там, блин, снега не видели. Это ложь. Кения выступала на 6 зимних Олимпийских играх. 4-3. Кения завоевала более 100 медалей в легкой атлетике на Олимпийских играх. Это, видимо, вообще за всю историю. А, за всю историю? Ну, наверное. Ну, блин, в среднем и собрать. Ну, марафон, легкий атлетик. Ну, марафон это. Ну, я думаю, да. Да. Да? Ну, не только золото же. Все же всегда. Ну, 10, я думаю, минимум. 10, если вопрос простой. Нет, минимум на одну Олимпиаду. Это правда. Общее количество медалей 106. Золотых 34, серебряных 41 и бронзовых 31. Поехали дальше. Ни один кенийский игрок не выступал в АПЛ. Я догадываюсь, что это ложь. Ложь. Виктор Ваньяма единственный кенийский футболист, играющий в АПЛ. Выступал за Саутгемптон и Тоттенхэм. Ну, я б ты его знал просто поэтому. Сборная России сыграла три товарищеских матча со сборной Кении. Мне кажется, один матч точно был. Я, по-моему, даже читал про это. А три нет, я думал. Не было трех игр. Мы мало с африканскими командами играли, мне кажется, вообще. Нет. 16 октября матч будет первым в истории противостояния России и Кении. Приходите на это историческое событие. Где ты читал? Ты говоришь, я читал. А, я не знаю. Значит, с Камеруном была игра. За всю историю РПЛ в ней не играло ни одного кенийца. Так, так, так. Кенийца. Ну, я, 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 наверное, отвечу, что да, это правда. Это правда. За всю историю РПЛ в ней не играл ни один представитель этой страны. И заключительно, да, вопрос нет. В Кении не четыре времени года, а два. Сухой и дождливый. Как там снега? Проанализируется. Ну, не может быть зима, лето, очень весна. Дай-ка еще раз прочитать. Наверное, мне саму надо прочитать. Блин, против кого я играю? Ты против умного играешь? Хотя нет, может быть. Ну, ты не торопись с вами, подумай. Да я не хочу тебе проиграть, мне обидно. Ну, пусть будет правда. Правда? Это правда. Формально можно выделить два превалирующих сезона. Лето с декабря по март и зиму с июля по август. Мы только что узнали много интересных фактов о Кении с Ваней. Мы, к счастью или к сожалению для меня, сыграли в ничью. Так что приходите поддержать нас на игру 16-го числа. Смотрите по телевизору. Болейте за нас, подписывайтесь на канал, а мы будем радовать вас победой. И ставьте лайки. Привет,局. Вoaelly . П Ольга göма. Тут ты оion. Обиду вы والк планки. В Powerío Усер. Всё. Вот так скоро мыije. По BETHМ atамок.